И так сегодня у нас мы продолжаем как бы тему Пурима и Пурим это ответственность Пурим это как раз вот вопрос участия в книге Исфик это Мегелат Истер 9 главе есть высказывание которое очень важно услышать поэтому 26 стихи 27 28 поэтому назвали эти дни Пурим почему празднуем Пурим вот так назвали как как корабль назовешь так и он поплывет правда или нет то есть из мультика если вы помните это такой был и от имени Пур жребий ибо на языке их то есть видно где они жили в Вавилоне жребий назывался Пур поэтому согласно со всеми словами всего письма и с тем что сами видели и до чего доходило у них постановили постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех присоединившихся к ним так что так есть я жена и дети и все кто присоединились всем остальным неотменно то есть невозможно их отменить чтобы праздновать эти два дня под предписанию о них и во всех во свое для них время каждый год и чтобы дни эти были памятны и празднуем во всех роды в каждом племени в каждой области в каждом городе чтобы дни эти Пурим не отменялись иудеев и память о них не исчезла у детей их итак готовясь к этому вот празднику Пурим в этом году я себе задал вопрос потому что когда общаясь с верующими христианами да которые любят израиль любят евреев мы сотрудничаем и вдруг в этот момент в эти моменты мы понимаем что наши праздники не сходятся где-то и вопрос ну пасах еще нормально у нас еще что у нас еще бы совместно идет это пятидесятница в каком-то смысле да такой мы празднуем где-то возможно где-то в церквях делают праздник урожая который совпадает нас с рошашана ну как бы и все да так бы где-то пересекается у нас ханука с рождеством да у христиан что-то где-то такое а вот на самом деле пурим в церкви или вообще в церковной теме не подниматься вообще они говорят но это них не праздники господни поэтому опра а праздновать нечего делать было нечего да дело было вечером пурим начался давайте ничего не будем делать но когда я думал об этом я начал подумывать а какая вообще роль вообще книги эстер в христе вот христианском каноне библии то чего-то туда пошла а вот праздник как бы ты читаешь постановление иудейские они написали те кто присоединиться к вам то есть и все остальные вроде бы некоторые присоединились формально так бы так через жертву и шоу миссии к еврейскому народу и некоторые провозглашают что одни как бы и наследники всего остального но при этом праздник пурим он отдален очень сильно отдален этому есть причина история миггелат эстер весьма интересно книга эсфирь входит третью часть танаха которая называется китувим если кто-то понимает чем говорит значит вы уже ходили библейскую школу если нет добро пожаловать библейский курс до китувим имеет несколько разделов один из них называется миггелат то есть словом миггелат по-еврейски обозначает небольшой рассказ но рассказы писались на свитках поэтому миггелат эстер это это свиток эстер который тоже его выносят его растягивают его читают и могить это то кто рассказчик и могила это значит маленький рассказ и из истории и эта часть большой торы который называется пятикнижья да вот получается такая вот симметрия пятикнижья то есть пять книг моисея и есть пять миггелат это пять историй которые записаны вот в хитувим и это они совпадают немножко на песок мы читаем песни песни очень часто руф мы читаем нашего вот помните да мы вспоминаем царя давида руфы жатвы и плач риме в день годовщины разрушения храма на 9 ава экклезиаста мы читаем на юнкепур а вот с книга и сфере никуда его как бы не прицепить каким это особенным праздником каким-то особенным вещам поэтому существует очень много мнений о том почему ни к чему не и не притянули не притянуть и вообще почему книга и сфер оказалась в каноне и еврейского писания да будем говорить так разделов танаха но и также и пошла в канон христианского краска библии хотя разница в небольшая где в в танахе описывается и макилат эстер где там не ни одного раза не упоминается имя господа в переводе христианском который был из септуагинты потом оказалось несколько вещей которые намекают о боге в это послание в одной из таких застольных бесед мартына лютера наверно это самый известный из реформаторов протестантских движений в которой основал лютеранская церковь он говорил я великий враг второй книги маковейской книги эстер я желал бы что бы они вовсе до наших дней не дошли ибо в них слишком много языческих несуразностей евреи ценят книгу эстер выше чем все остальных пророков знаете книга макилат эстер этот сюжет удивительное избавление от попытки совершить геноцид евреев некое такое уничтожает целого народа а в живущий живущий в то время длинни древние персидском царстве и казалось бы что нелегко встроить систему христианского средневековья вот богословия именно эту книгу потому что она говорила о из истреблении еврейского народа вы понимаете что в то время средневековья некий образ евреев евреев и еврейства также был наметом таким чтобы уничтожить народ мы помним изгнание евреев из испании мы знаем погромом и что происходило в европе поэтому понимаю какой-то своей панелька без разговоре лютера чего такой вот антагонизм был и в комментарии лютер любопытно говорил потому что объяснить что он имел ввиду не мог причины враждебности книги эстер заключат в том он говорил что слишком много языческого несуразности а вот объяснить что такое несуразность в этой книге так вот и не смог и многие тоже не могут потому что во первых многие иудеи и раввины своего времени когда писали талмуд они не хотели чтобы часть именно вот именно чтобы этот список или история стер было вообще частью канона танаха и способность эстер заключалась самоотверженным наверное жизнью которых говорила так если же погибнуть мне то погибло имеется ввиду если я буду страдать и погибну ради своего народа тогда тому и быть вот весь посол был такой именно этой книги да мы празднуем с весельем с радостью или не до этого лет особенного времени тебя попоза поднял но суть здесь очень важно чем она еще склонна или как раз схожа эта книга и можно представить что так как бы часть христианского ли то самоотверженного пожертвования многих верующих людей которые могли свое время жертвовать собою ради неверующих людей чтобы евангелие доходило до этих людей и это 1 верно же это роль женщины героини да кто наступила свой народ во первых у него это это книги очень светский характер такой светской там не говорится абсолютно никак не одно слово о боге и ему получается очень светское послание и найти вот с одной стороны самоотверженность и другой стороны такой вот светский характер это к этого послания похоже на многих верующих или церкви последнего времени с одной стороны готовы делать самые благие вещи а становится очень светской и не религиозной общиной не к тоже какое-то есть сходство возрождение возрождение вот интереса книги эстер среди верующего христианства до такого это показывает что идет индикатор такого работы некого принятия более как бы расширенного понятия еврейства и в это намекает на некое примирение евреев и христиан отмечая праздник пурим и читаем мегелат эстер мы можем ощущать общий интерес интерес к этой книге потому что в нем как тайна закрытая внутри что же бог усматривает в этой книге книги эстер героиня становится женщина выше 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 замуж или выходящая замуж за нееврея могут кто-то сказать и подачи а при чем здесь это разве мы в писание не видели что были смешанные браки на действительно хотя и браке между евреями и не еврейками присутствует тонах и и мы это читаем и на перпите книжек и сам уже женился на медитянки то есть цепоре его жена она не была еврейкой но чтобы еврейка вышла замуж за нееврея таких вещей в тонах и или же в библии мы не находим и это свое вредо на это свое время как бы сказать времени как бы это нарратив то есть показывает нам нечто больше поэтому мотивы героини женщины и ассоциации ассимиляция существует книги эстер очень сильно поэтому она сильно отличается эта книга от всего тонаха ну что везде говорится о надежде на бога в этой книге намек на бога вообще нету но все равно этот нарратив который мы может быть читаем в новом брехотажа мы читаем в ефесянам одну интересную фразу а теперь пишу о мессии вы бывшие никогда далеко стали близки крови мессии ибо он есть мирно соединивший из обоих одно наружу разрушивший стоящий посреди преграду упраздни враждую плотью свою и закон праведности учением дабы из двух соделать себе самом одного нового человека устрояя мир в одном теле примирить обоих с богом посредством креста убив вражду в нем я могу сказать книга эстер как раз и говорит некое такое единстве где бог устраивает вот этот союз возможно он не похож на остальные союзы из тонаха но здесь все предоставляет очень сильно для того чтобы спасти божий народ у идейской традиции существует этот праздник много интересных вещей но самое важное что нужно хорошо насмеяться чуть ли не за весь год насмеяться и базируется это момент чтобы можно было улыбаться смеяться делать пурим шпиль где-то смешной это должен переодеваться зависит от того как бы какой территории общества как бы ты находишься в еврейской культуре но там и они основываются на следующем эфире восьмая глава 16-17 стих а у идеев было тогда освещение радость веселье и торжество мы понимаем что такое торжество мы понимаем что такое веселье выпадешь его радость а вот освещением посреди всех этих обстоятельств вот слово освещение но когда так очень ну удивительно в данной ситуации если в этой книге ничего не говорится о боге то о чем мы говорим когда об освещении послушайте еврейское слово ого которое переводится как освещение в данной в данном моменте его зачитал и эсфире то очень интересно что это слово встречается всего четыре раза и во всем писании это первых два раза это как растение а остальные употребляйте довольно странным образом как освещение дело в том что на еврейте слово о свет а вот ого о свече как бы прибавка освещение ничего общего не говорит именно что-то вот освещение но в еврейской традиции особенно у тех кто писали тору как-то объясняет и и они в раввинистической традиции говорят о том что слово ого с последней буквы гей конце интерпретируется как не просто как свет а свет торы он тарада цига бы ого 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 свет божественного откровения и поэтому многие говорят что в этот день важно понимать что-то праздник свободы радоваться менять какие-то сушу шутливые какие-то сценки делать то сделать пурим и творим шпиль также но и бреха таша нам больше говорится о радости например филиппийцев 4 4 говорит радуйтесь всегда в господи еще раз говорю вам что радоваться может когда вы приходите на собрание вам нужно что делать натянуть маску серьезности так что у нас у нас чуть ли не каждый шаббат у нас есть пурим все приходите серьезными очень бога пас такие богобоязненными а стоит говорить выйти и начать разговор о светском у людей начинается уже улыбка на лице но бог говорит о том чтобы всегда радовались когда ты входишь дом божий ты должен радоваться не одевай свою маску сет его не плохо как дела ой в этот карантин чтоб вы знали и начинается пошло поехало друзья и 1 филосадикистом 516 всегда радуйтесь слова всегда то когда только выходишь это самая булочную наверно или в магазин посмотрел на цены посмеялся смешно какие сколько стоит хлеб сегодня да нет радоваться всегда даже всегда конечно же в русском слове радость мы говорим симха у нас есть мессианская община быть симха в хмельницком да там и черновцах да то есть дом смеха не она имеется ввиду она дом радости но то ну как радость ваша может быть совершенно так чтоб она выливалась да где-то она будет хорошо она приятно ты возрастаешь в этом но слово симха переводь как веселье или радость может быть очень по-разному восприниматься в русскоговорящей среде поэтому фактически книга из фирь представляет собой некий пример библейской литературы такой сатиры что я имею ввиду есть мнение что книга из фирь книги если не потребляется имя бога вообще потому что мне нет положительных героев вы скажете подожди только что говорили об эсфирь положительный герой а мардаха и тоже положительный народ очень как бы все положительно но если смотреть позиции современной этики культуры морального воспитания общества царица эсфирь и великий мардаха не являются положительными героями то есть они не герои с точки зрения морального возвращения домой в то время уже было свободное возвращение в эрец израэль для восстановления храмового храма городок тур были разрушены же в это время можно было ехать и с точки зрения морального возвращения домой это отец не не положительные герои упадете вам говорю я хочу чтобы услышали сами подумайте какая приличная девушка пойдет участвовать в конкурсе красоты я говорю с точки зрения сегодняшнего морали скажите у нас же есть пару христиан которые выиграли красоту вы досал с точки зрения морали какая девушка пойдет на этот подиум показаться знаете могут можно сказать очень серьезно всех девушек присты которых привозили к до смотрины это не было просто смотрины невесты вы понимаете это кто-то решил что нужно найти невесту а вот надо было показать их древние вот исследовали или ученые древнего мира истории говорили что царя так сердце вообще-то не просто смотрел на девушек когда вот посмотрел да он все-таки нужно было испытать поехали ну увидел машину не покупать а может тест драйв сделать вы понимаете о чем я говорю да то есть это жестокий восток он именно таким образом и выбирал все это и особенно интересно что хадаса который еврейская девушка на это пошла причем всем она поменяла свое имя на персидская с стр они приставят я еврейка хадаса хотите меня замуж понимаете да она сразу пришла и и сказал что ее зовут эстер а эстер означает эштар это богиня которые поклонялись и имя которое происходило из вагалонского богини эштар это до сих пор некоторые вещи происходят там в этом вот этим именем но возможно она была столь красиво и ослепительно как богиня знаете такое вот как бы как бы сравнение а вот а возможно это был такой шахер махер по еврейски знаете назвали учебу человек их заблестала в глазах все женюсь не знаю но следует поговорить и также об атаксексе в самом царе который мы говорим дело в том что в сильно дальнем русском переводе наверное имя царя атаксекс вот оно как-то сложно на еврейке она звучит как ахаш верош да дело в том что артаксекс только тому мы мы привыкли имя правил страной или же к империи с 464 года по 424 год до нашей эры и о которых книгах и зрениями описывать события происходящее именно в его время поэтому иногда у нас есть такой переменный образ где-то что-то происходит а вот ахаш верош по-другому его развивали ксеркс просто жил от 486 года то есть еще раньше до 485 года за которого вышла замуж эсфир является он был именно отцом атаксеркса которых и дал возможность восстановлению храма и так далее он стал помощником и снабдителем того же быстрого восстановления история также говорит нам о судьбе еврейского народа в те времена я сегодня делаю вам их экскурс а потом еще и вот вот что-то особенное согласно близком повествование иудеи находились уже 70 лет в павелонском плену это не был рабство это было просто изгнание из земель они жили в той комфортной зоне маленького гешефта большой империи до в 539 году до нашей эры то за 50 лет до событий который описывается в книге эспирь было было возможность царь кир позволил иудеям вернуться вернуться идите возвращайтесь потому что иудея была в развалинах это территория кроме приносила много денег стало как в украинских податках да или в налогом образование она ничего не приносила поэтому нужно было каждую пополнять идите возвращайтесь то есть вы свободны знаете что интересно об этом пророчествовал исайя 45 главе за 170 лет до событий 170 лет другими словами как верующие люди с вами основываемся на на пророческих словах и говорим вот эти слова исполнились вот это то что бог имел ввиду исайя пророчествует о восстановлении возвращение назад и иными словами библейское пророчество придает возвращение людей вавилон из вавилонского плена чуть ли не мессианское вот дерзновение вы понимаете да некогда особенно что бог говорил сто семь лет до этого и друг она исполняется вот вот возможность идите выходите стройте это потому что действительно языки и описывают восстановление храма это 40 40 глава 48 глава и между ними когда который говорит о величии некой масштабы искупления божьего народа и обещание иудеям блаженной жизни дать и вот но к сожалению если вам сегодня конечно сказали выходить в израиль наверно как бы это ваша благословительная нера пол мира бы сошлось в израиль и мало бы место было бы сегодня ну что все верят какие-то пророческие движения а в то время друг это к скале вы в свободны можете идти вот исполнение этого слова вдруг всего лишь 50 тысяч человек примерно ушло по сравнению с исходом 2000 человек то время вы исходила из египта друг здесь на мессианской основе восстановление грандиозного израиля божьего благословения уходит всего лишь 50 человек 50 тысяч человек ужас какое-то ужасное состояние это небольшая группа которая вышла мужественных людей посвященный посвятившийся богу возглавляли возглавляемый взорвабелем и начинали это восстановление что вы понимали 24 года примерно 25 лет и шло восстановление израиля и все это время в описывается эти вещи но что же делали тех кто не хотел восстанавливать храм уже многие не хотели не хотели ехать на бам что-то делать некоторые поехали некоторые там и остались на баме до сих пор или под бамом не хотели они знаете вот можно сказать у каждого человека есть свои причины рабство рабством а вольное поселение есть вольное поселение ну мы привыкли за то время и вот как раз вот мардахай было вот как комфортно в стольном граде немножко зарабатывать дешевт преследования не было притеснения не было вы понимаете да чем я говорю уехать обетованную землю который обещал бог обещал нашему народу в те восстановления не сильно хотелось потому что куда ехать все же развалинах все нужно теперь жить среди волков или там среди степи в палатке какой-то и восстанавливать иерушалай и землю обетованную наверное учи как у любого человека и у каждого есть свои меркательные потребности жить комфорте лучше чем жить в палатке хотя и с любимыми палатке хорошо да но суть мардахи хотел найти немного гешефта при дворе а вещь хороша он бы там сидел искал свои моменты как и многие из наших людей верховной ради я извиняюсь так же сказать они целыми днями ходят по залу верховной рады присматриваются прислушиваются услышав разговор который можно было принять как заговор против суверитета страны они немного немного не предметлив настучали куда надо похоже правда минут споримом который там был и чтобы получилось их не отметили их отметили только грамотой место не получили как и у мардахея он услышал заговор пошел доложил что он получил запись хорошую книгу все больше ничего также он всего ходил туда и вот однажды он услышал что выбирает невесту царю мардахи решил и тут попробовать свой шанс немножко заработать может быть по получится какое-то место при дворе мардаха не не прочитался можно сказать он как раз он нашел красавицу свою племяшу да отдал ее надежные руки но внезапно мир грез который у еврейского народа нахлынул разрушился на прост пример на пост премьера министра страны так секс назначил никого амана сына амадате магитянина на русском языке можно не понять кто такой был аман потому что написано что он был как бы вегуниянин другими словами он мы не понимал что это такое но на данный момент аман был потомком агага царя амалеки амалекитян злостных врагов всевышнего израиля поэтому часто сравнивают а как амана как с чувством этого геноцида преследователя того врага который и хочет уничтожить еврейский народ есть причина тому согласно библейскому повествованию амалекитяне является потомками или элифазара или фаза одного из друзей и его если вы помните мы бытие будем читать если что вы поймете там о чем они кочевали в пустыне в районе дома из-за и фактически это был юг израиля амалекитяне первыми напали на израильян когда они вышли из египта и чудным образом хатическая бог избавил израиль из со стороны страны египта а здесь встречают их враги чтобы уничтожить и бог тоже чудным образом дает победу из-за такого яростного безбожья не насыпать ненасытной жадности по повелевает саулу уничтожить остаток этого народа помните да в этот мы понимаем что самуил строго нас нас на к говорит саулу о том чтобы не брать в плен ничего заклятого то есть ничь никого то есть уничтожить но саул не послушал пророка из-за своих чувств или каких-то еще может быть связи каких-то потомков агага и сохраняет жизнь царю агага помните да и это пошло и в убыток через пять веков прежде чем случился курим мы видим что аман решает уничтожить весь народ израиля другими словами когда ты не уничтожаешь грех твоей жизни возможно пройдет время и эти корни этого греха восстанут пройдет твоей жизни нам нужно осознавать и всю историю очень важную и интересную в том что бог хочет чтобы мы избавились сами силой своей невозможно но кровью шоу миссии в нас избавляет мы свободны мы не рабы греха я не обязаны быть греха рабами греха но чувак который нам дается ведет нас к этой свободе постоянной свободе но если ты просто пытается бороться с грехом и ты его не победил какой-то момент не уничтожил его он всегда выйдет наружу еще одно давно по подмечено что в книге из фи как я уже говорил ни разу не поминается имя бога раввины говорят потому что это они оставались земле не еврейской и не желали вернуться верится израиль возможно да знаете бог иногда использует такие вещи как преследование гонение уничтожения да чтобы возбудить какие-то чувства неужели все закончилось может у меня есть еще один шанс к сожалению на грешного человека зачастую нужна другая форма воздействия как писание некоторых страхом спасаете вот здесь ситуации в чем и и и заключается в книге эсфир узнал о надвигающей беде евреи по всему персидскому царству стали молиться поститься и искать господа услышав ответ от бога о чем я иногда нам кажется мы комфортно себя чувствуем светском обществе потому что мы можем делать маленький гешеф некоторые вещи которые нам выгодно и есть то царство которое небольшое только небольшое количество людей которые могут и так спасенные которые призваны восстанавливать то что забыл давно забыто восстанавливать то что разрушено семейные ценности библейские принципы понятия чувы отношений возможно многих и люди которые призваны восстанавливать тот божий храм как писание говорит что я последнее время я восстановлюсь кинью давида пачу и мы призваны это делать до многих верующих знающих бога но не предназначить его имени как никто не хотят имеющийся божьим народом они имеют маленький дешевт они сотрудничают с этим миром им кажется что этот мир никогда не на нее не повлияет ничего не произойдет и вдруг в эти состоянии а что такого верующего выйти замуж за неверующего чутка же не будет конечно да слава богу что здесь камин сэнд пришел к эстере но судясь очень такая интересная то даже это не помогло нужен был бог нужно было не выйти замуж и сидеть хотя он говорит не до этого летать время ты поднялась а наоборот она хоть я сознаю что моя позиция она не не повлияет на весь народ поэтому молитва и пост ходатайся перед богом возможно господь смилуется над нами даст нам возможность действительно что узнав о том что народ будет ли что уничтожен врагом а это враг сегодня ходит крикающий лев сатан это враг на еврите он ходит крикающий лев ища кого поглотить ноги избавились те кто избавились получили свободу они присоединились потом к многочисленной толпе которая восстанавливала ирушала им возможно вашей жизни бог избавит вас от каких-то вещей которые по будьте понимать четко это было на смерть это было на уничтожение враг готовил тебя на уничтожение если ты поймешь то бог призывайте присоединиться на восстановление того что должно святое знаете я много не буду задерживать но хочу сказать точно напорим тринадцатого дара который либо конец ма февраля либо начало марта западает периодически это ну попадает со временем которые у католицизма начинается время поста перед пессахом 40 дней 40 дней перед пессахом и в евро и европе свой католической европе за 40 дней до начала или пас пасхи было такое два традиция не знаю сегодня осталось это позволит в один день или на несколько дней до этого до начала поста так накушаться наестся чтоб мясо кто кто знает латынь немножко никто не знает что такое слово кар вообще-то она на румынском на на римском и даже на испанском давно звучит нормально карны мясо до плоть как вы думаете о карнавал похоже на это вот корень тот же это было время просто оторваться по пище по полной перед тем как на следующий день нужно быть поститься многие люди тоже так делают среди верующих завтра поститься сегодня накушаемся также хотела еще на три дня вот карнавал как раз вот начинался перед перед паза 40 дней да вот это был один день карнавала и попадала как раз на как на пурим в европе и мало того чтобы прикрыться чтоб никто не знал кто где шо кушает одевали маски карнавал это переодевание наешься перед пасхальным постом наверное я не знаю точно возможно у них евреев тоже такая такой синдром появился чтоб не никто ничего не знал что происходит у нас на пурим оденем маски знаете но суть чем карнавала переодевание возможно многие из нас носят чужую маску возможно пурим как раз это раскрывает сущность нашу где-то мы хотим прикрыть свое лицо и чтоб никто не знал кто мы внутри чтобы не знали что мы на самом деле верим бога что мы доверяем ему что мы любим его что может возможно некоторая светская маска внутри нас которая показывает что мы как и все остальные я думаю что нам нужно задуматься на этот праздник кто мы как раз нас и хлебопреломление сегодня снять нам уже машечку мирского мышления мирского подхода мирского понятия что а вдруг пронесет не будут знать кто я такой значит ничего со мной не будет знаете на этом фоне очень серьезно поднимается антисемитизм хотя и в еврейской культуре особенно среди европейских евреев это хасидизме и ортодоксальном европейском еврействе принято на этот день допиться до такого состояния алкоголя чтобы можно было не правильно произнести фразу да будет благословен мардаха или же да будет проклят наман чтобы не понимать традиция традиция но я как верующий человек и говорю что наверно нам нужно трезво смотреть на ситуацию трезво не обманывать себя какими-то мирскими ситуация трезво смотреть на ситуацию потому что да мы можем быть благодарны мардахаю за то что он был активным участником вот этого освобождения еврейского народа но я также хотел сказать спасибо аману хотя так не скажу кто-то меня будет критиковать в интернете за то что бог использовал его для того чтобы угроза уничтожения послужила нам ко спасению иногда ситуации бог использует так сильно чтобы они послужили к нашему спасению по поля чему говорю я трезво хочу посмотреть на ситуацию именно относительно книги из фир и даже к если не хотели чтобы она была часть канона она открывает нам сущность человеческого состояния и там где нет бога и не произносится имя бога бог контроле и он же подвигает нас до того чтобы пройдя эти трудности переживания или же опасность сделать чтобы мы сделали выбор сторону исхода выхода из системы мирового такого такого господства режим мирового мышления я хочу сказать что на фоне всего происходящего поднимается в мире антисемитизм и нельзя забывать о божьем народе мы не можем забывать о своем народе хотя возможно наш народ далеко еще от шувы по сравнению с теми религиозными людьми наш народ далеко еще от шувы если потому что то что происходит это реально человечеству нужен спаситель давайте мы вспомним эти слова которые мардахай а вот оставил для эсфири и возможно эти слова относятся каждому из нас если ты сегодня промолчишь в это время если ты не будешь благовествовать то есть благой вести сегодня ты промолчишь то свобода и избавление придет для иудеев от другого места а ты дом твой погибнете и кто знает не для такого не до того времени ты достигла достоинства царского и буду говорить не до того ли ты община верующая любимая богом достигла такой позиции влияния что ты будешь молчать если ты тебя уже туда пригласили если тебя уже ты там находишься почему ты сегодня молчишь ликуй торжествующий сион благовествующий сион я думаю что сегодня в этот пурим призыв простой вещи не молчите благовествуйте говорите людям что бог их любит у них есть выход у них есть спасение у них есть избавление и это счастливого пурима жребий брошен а твой момент воспользоваться этим жребием и сказать людям о том что их бог любит и что за них заплачен пурим цена раз и навсегда давайте мы сейчас станем наши ноги и просто помолимся в это время потому что сегодня у нас есть и хлебопреломлением а также у нас есть и членское собрание а веноши башимаем да в действительности сегодня мы пришли праздновать веселый праздник пурим и мы пришли с радостью что этот праздник он остался в истории но этот праздник напоминание напоминание того что в этом единственном свитке нашего танаха или же нашей библии где ни слова не говорится о тебе как напоминание о том что там где нет Бога там всегда что бы ты ни делал как бы ты ни пытался жить хорошо и благополучно всегда будет история где враг захочет тебя уничтожить осознание того что без Бога без Всевышнего без Его руки невозможное избавление это реальность блат блатом мы привыкли использовать других людей для собственных выгод переживаний решений вопросов ну посмотрите несмотря на уверенность эсфир как и многие из нас несмотря на уверенность нашей позиции кто мы о Христе Иисусе пишем обезьян то я запоминание что не мы не то не не Продолжение следует...